Девушки отдыхают Если в Москве хотите татуировку и готовы отдать за нее небольшую сумму денег, то Густав Поук с удовольствием подарит вам радость Густав Поук крутой мастер с авторскими эскизами и собственным стилем Он работает, что важно, хэндпоуком Это значит, что не машинкой, а чистой иголкой И для тех, кто думает, что машинкой менее больно или типа того, то нет, это неправда На мой вкус, иголкой, то есть без тачки, бить гораздо приятней, спокойней и от этого не устаешь Густав Поук имеет огромный каталог собственных эскизов А также готов поговорить с вами по поводу того, чтобы набить какие-нибудь чужие эскизы или просто то, что вам нравится Если вам интересно увидеть примеры его работ, то залетайте по ссылке в описании И, кстати, вот эту вот штуку набил он мне Вот она сейчас заживает Если заинтересовало, то все ссылки, опять же, в описании К созданию этого ролика меня подтолкнул вопрос в моем паблике Его задала, видимо, Rottenluck И вопрос звучит следующим образом Обесценились ли искусство фотографии в наше время с приходом смартфонов с творочными камерами? Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего небольшой экскурс провести вообще в саму историю фотографии С самого начала фотография воспринималась как замена служебной части живописи То есть даже самые крутые художники, которых вы знаете Они зачастую подрабатывали на стороне, чисто делая заказные работы То есть, допустим, нужно какому-нибудь доктору, уважаемому, задокументировать то, как он работает И это пишут Нужно какому-нибудь человеку задокументировать себя и свою семью Фотографии-то нет, поэтому заказывают художника И фотография, появившись, она тем самым эту прикладную часть живописи просто уничтожила И очень многие художники жаловались на это, говорили, что вот в этом нет жизни А вот когда ты свою семью пишешь, это вот уже другое А тут эти ваши вот эти коробки, блять, с этими пленками Именно фотографии, мир, искусство обязан появлению авангарда И вообще переосмыслению того, что делают художники Потому что если бы она не появилась, все бы, вероятно, так и заказывали А здесь это был очень мощный пинок для того, чтобы люди начали переосмыслять то, что они вообще делают Тем временем сама фотография шагала семимильными шагами Начали появляться компактные камеры, но они были все еще дорогие И это был золотой век для фотографов Ведь покупали камеры такие, только те, кто были уверены в том, что они будут с ними работать Это стоило дорого, расходники стоили так же дорого И это все было очень сложно Поэтому любой человек, у которого был фотоаппарат, назывался фотографом А когда ты на этот фотоаппарат снимал еще и что-то крутое То это ставило тебя действительно в такой вот недостигаемый ранг И с такого времени вышло очень много классических авторов И вот большинство таких именно метров фотографии, они как раз оттуда И потом фотография постепенно начала обесцениваться Пленочные камеры стали доступны всем, как и сами пленки После этого их начала вытеснять цифра, а теперь уже пришли и телефоны Сейчас не только вопрос, зачем нужны фотографы, на это я отвечу Но кого можно назвать фотографом? Человек, у которого есть камера? Ну, таким образом, как бы все фотографы вообще И если ваш дядя или там дедушка купил себе зеркалку, чтобы на корпоративе фоткать своих бухих друзей То он тоже фотограф, что ли? Вот типа вот он, да, и Брессон, они вот-вот на одном уровне? Ну, нет, наверное, да Вот, 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 блядь, весь день было облачно Вот весь, сука, день Начал я снимать ролик вот-вот Теперь по поводу фотографов В своей обыкновенной жизни вы действительно вряд ли встретите каких-то профессиональных фотографов Кроме тех, кто снимает свадьбы или корпоративы Остальные, как правило, не связаны с обычными людьми То есть есть репортажные фотографы, которых вы можете увидеть на каких-то сборищах, митингах и каких-то таких общественных событиях Которые именно вот ловят моменты и делают чистую документалистику Но что, например, про людей, которые работают, значит, ну я график Что, например, про людей, которые делают рекламные плакаты То есть, ну, вы же знаете, каждый день вы видите огромное количество рекламы И там всегда есть вот эти вот тёлки, которые такие Этот гель такой шикарный У меня есть сиськи Купи Они модели, а их снимают фотографы Вот все вот эти вот люди, которых вы видите И весь этот контент, он тоже производится Можете как-нибудь просто на досуге задуматься И разобрать, сколько человек стоит за каждым постером За каждым рекламным роликом в метро и т.д. и т.п. И фотография не обесценилась Просто теперь, чтобы называть себя фотографом, достаточно купить камеру А чтобы действительно делать крутые, актуальные фотографии Нужно делать что-то необычное И к тому же стоит добавить, что фотограф зачастую Это скорее набор навыков Если ты уже фотограф, то это не значит, что ты должен работать только вот чисто вот в эту сферу Есть очень много ребят, которые делают и фотографии, и видео Вообще задумайтесь, прямо сейчас существует огромный сегмент людей Которые учились на разные профессии Хоть на повара, хоть на физикоядерщика Но сейчас они зарабатывают тем, что управляют квадрокоптерами Года три назад это был уникальный навык Никто это не умел, и они делали огромные деньги Чисто на том, что они могут быть операторами квадрокоптера То же самое относится ко всей новой технике И это та штука, которую я очень хочу, чтобы вы поняли и на ней задумались Есть такой фотограф Энни Лейбовец Она интересна тем, что ее работы в фотографии Совершенно не интересны тем, как она поймала момент Как она выстроила экспозицию Как она управляется с камерой Какую она оптику использует На какую камеру снимает и прочее Потому что они выглядят вот так И это создано во времена, когда каждый школьник не мог нарисовать то же самое в фотошопе Это все реальные декорации Кстати, именно Энни Лейбовец сделала последнюю фотографию Джона Леннона Вот эту Но суть не в том Суть именно в том, что то же самое сейчас может нарисовать любой школьник в фотошопе Мы сейчас живем в переломное время Сейчас все уходит в интернет Вся техника развивается очень сильно И в том числе техника, с помощью которой создаются всякие визуальные объекты И сама фотография, большой вопрос, не заменится ли она на гифки Ну в действительности Вполне возможно, что дальше вы уже не будете видеть статичную картинку нигде Она вся будет двигаться, почему бы нет И это не значит, что люди, которые прямо сейчас работают фотографами От этого потеряют работу Нет, они адаптируются и будут делать еще круче И прямо сейчас вы можете зайти и посмотреть лучшие фотографии, сделанные во всем мире Есть специальная премия, которая вручается ежегодно Вот сейчас вы видите работы с этой премией И знаете, что их объединяет? Их объединяет то, что это не делали люди, которые круто обращаются с крутой техникой Это, ну естественно Это делали люди, которым в первую очередь интересно создавать изображение Если то же самое было на видео Или на картине Или, блядь, на 3D принтере напечатано Это все равно было бы круто Важно, что эти люди любят создавать крутую визуальщину Бывшие фотографы прямо сейчас снимают клипы Бывшие фотографы работают там дизайнерами Или помощниками операторов Или операторами И наоборот И поэтому нет ничего страшного в том, что фотография обесценилась И каждой фотке, которую мы видим, мы не относимся как Воу, фотография Это отлично Потому что конкуренция рождает развитие Ты знаешь, где кнопка подписки? Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!